Девочки, всем большой привет из Норвегии! Меня зовут Татьяна и добро пожаловать в мир красоты и косметики. Сегодняшнее видео как раз таки посвящено косметичке, косметичке на декабрь месяц. И хочу я начать с вот такого вот мною любимого крема от Невской косметики. Это морковный крем для сухой и чувствительной кожи. Ну как не в такое вот холодное время пользоваться вот таким кремом? Многие его критикуют, мне он очень нравится. И почему я его показываю именно сейчас? Потому что, ну, я имею ввиду в косметичке, потому что это все-таки часть косметички. Неотъемлемая часть, на которую мы затем уже наносим базу. И базой для нанесения тонального крема в этом месяце у меня является вот такой праймер база от Max Factor. Мне он очень нравится. И тут видите, какой прекрасный результат в использовании с SPF 20. Ну, небольшая защита SPF, но я думаю, как бы, ну, достаточно для зимнего периода. Затем следующий этап нанесения макияжа – это тональный крем. И в этом месяце тональный крем у меня – крем от Max Factor. Это номер Nude 47 Skin Luminizer Miracle Foundation. Тоже мне очень нравится. Я его хочу взять в следующий Project Pen на 2021 год. Почему? Потому что думаю, что все-таки расход будет у него очень хорошо виден, как он расходуется. Затем корректирующие средства. Первое корректирующее средство от Maybelline. Это вот такой карандаш Superstay Multi-Use Foundation Stick. И не вижу здесь, вот он номер. Номер 029 Warm Bites. Мне он очень нравится. Вообще супер карандашик. И плюс вот здесь вот такой спонжик для более такого четкого распределения по коже. Хотя я, конечно, пользуюсь кисточками. Для нанесения уже таких корректирующих средств. Но мне очень нравится вот этот спонжик, который прилагается к карандашу. И еще у меня один корректор, консилер под глаза. Такая бьюти-база от Lumine. Не вижу здесь. Здесь 5 мл. Тоже вообще средство такое потрясающее. Я имею в виду в плане расхода, в плане коррекции. Я не вижу здесь номер у этого продукта. Но продукт мне очень нравится. Как раз вот под глаза скрыть какие-то недостатки, покраснение. Очень даже хорош. И пудра. Пудра. Ну, я ее взяла новую из своих запасов. Это пудра от Tony Moly. Tony Moly это корейская косметика. Хотя я, когда покупала этот продукт, думала, что я не знакома вообще была с этим. С этой маркой, вернее. С этим продуктом, конечно. И я думала, что это какая-то британская марка. Но оказалось, что Tony Moly это корейский производитель. Вот в виде пандочки выполнена пудра. Пуховкой я не пользуюсь. Но стала пользоваться вот этой пудрой. Вначале она мне не понравилась. Потому что она очень рассыпчатая. Очень большой расход этой пудры. Видите, тут половинка еще пандочки сохранилась. Но, что хочу сказать. Пудра шикарная. Она очень хорошо ложится на кожу. Она перекрывает все недостатки. У нее такой вот светлый-светлый оттенок. Мне идеально подходит на зимнее время. Потому что у меня кожа очень светлая. И пудра очень мне понравилась. Хотя поначалу нет. Я скептически отнеслась к ней. Купила ее на распродажу. У нас здесь в Норвегии один из магазинов, который продавал косметику. Он разорился. И они делали большой распродажу. Вот там я по большой скидке купила эту пудру. Но пудра оказалась вообще шикарной. Мне она очень понравилась. И следующие продукты, которые я вам покажу. Это уже будут румяна. А потом перейдем с вами к глазам. Так, в качестве румян и хайлайтеров у меня будет вот такая. Но она уже есть. Все вот эти продукты, которые я вам показываю, я уже, конечно, активно протестировала, использовала. И делюсь своим мнением о них. Не люблю снимать косметички в начале месяца или в конце предыдущего месяца, потому что должна протестировать и все вспомнить. Из-за большого количества косметики, конечно, очень сложно упомнить все, как работает тот или иной продукт. Но вот эта вот палетка от Revolution, она шикарная. Мне она очень нравится. Больше люблю я, если брать, например, косметику Revolution, то мне больше все-таки нравятся их продукты для лица, нежели для, например, глаз. Очень шикарные румяна, очень шикарные хайлайтеры. И она вот в таких нежных оттенках. Это палеточка как раз для такого более зимнего времени. Но сейчас я бы не сказала, что еще вот прям уж так зима-зима, но снега у нас еще практически не было. Вот поэтому вот выглядываю в окно, и все-таки это какой-то ранний ноябрь. Хотя Норвегия, вроде бы и снег должен быть, но мы живем почти на юге Норвегии, поэтому здесь никакого снега еще не было. Но тем не менее, вот этой вот я палеточкой намереваю использоваться на протяжении всей зимы. И для меня это все-таки палетка. Она в таких холодных тонах выполнена. И я все-таки этой палеткой буду пользоваться в зимний период. И люблю пользоваться. Хотя вот эти вот первые четыре оттеночка, их можно, конечно, и в более теплое время использовать. Но тоже почему-то у меня такая ассоциация, что использовать эту палетку нужно все-таки в зимнее время. Еще одна палетка от Революшн. Это палетка хайлайтеров. Название здесь... Ну, нет, но почему нет? Потому что здесь просто такая вот классика хайлайтерного жанра. Это вот три шикарнейших хайлайтера. Я впервые увидела эту палеточку у своей патчерицы. Ой, как же хорошо выглядели вот эти вот хайлайтеры на ее молодом нежном личике. Просто вообще шикарно. И решила купить ее тоже себе. Увидела, что она была с большой скидкой. И поэтому я решила приобрести ее себе. Видите, как шикарно выглядят оттеночки. Ну, тоже давайте я еще погуще нанесу. Ну, тоже я себя с этими оттенками как-то не очень представляю. Не очень представляю все-таки летом. Ну, весной, может быть, еще да. А вот летом осенью нет. Хочется мне все-таки снега, хочется зимы. Надоела вот эта вот тоска, которая стоит за окном. Непрекращающаяся дождь. Вот. И хочется все-таки побыстрее увидеть снег. Ну, а снег у меня, конечно, ассоциируется с вот этой вот палеткой. С палеткой хайлайтеров от Revolution. И еще одни у меня хайлайтеры. Это, ну, такой классический продукт от The Balm. Mary Lou Minimizer. Классика их жанра. Бестселлер, я бы даже сказала. Это хайлайтер, который подходит для меня к любому сезону. Вот этот хайлайтер универсал, я его называю. Его уже можно использовать в любое время года. И летом, и зимой, и осенью, и, конечно же, весной. Очень хороший хайлайтер. Вот если сравнивать, так сказать, по чесноку все хайлайтеры, которые я вам сейчас показала. По стойкости, конечно, вот этот я ставлю на первое место. Он, если вы его используете, он у вас, как правило, и... Вернее, если вы его наносите с утра, то, как правило, он и будет держаться до конца вашего рабочего дня. Очень стойкий. Ну, а вот эти вот хайлайтеры, их, конечно, нужно в течение дня корректировать, как-то подправлять. И без этого не получится. То есть требуется двойное, так сказать, нанесение. А вот Mary Lou Minimizer, он работает очень классно и держится очень долго. Вот такая гамма хайлайтеров. Так, переходим с вами к глазкам. И для глаз у меня, прежде всего, давно не показывала. Вот такая вот основа под глаза. Это, как правильно называется, база, база-праймер от Urban Decay. Очень хорошая, нескончаемая база. Я ею уже пользуюсь где-то около года. И тени на ней держатся, конечно, как прилепленные. Вот. И, ну, ложатся очень хорошо. И самое главное, это, конечно, будет стойкость теней. Тени держатся довольно-таки на ней стойко. Так, теперь, что касается... Давайте я, наверное, туши покажу, а потом перейдем с вами к самому вкусному, интересному. Это к палеткам теней. Так, в этом месяце я начала использовать тушь от Lancome. Вот она такая тушь. Знаете, я не взяла коробочку. Хотела показать, что это действительно тушь от Lancome, потому что, ну, уж как-то более так непрезентабельно выглядит. Это тушь вот так здесь, в моих руках. Вот он ее оттеночек. Ну, очень мелко написано. Даже и не прочитаешь. Ну, давайте я вам покажу, что эта тушь была мною куплена примерно год назад. Вот она. Я сейчас объясню, почему я показываю вот этот буклет. Год назад на распродаже. И здесь, в Норвегии, она стоит где-то 330 крон. А продают ее на распродаже за 165 крон. Это Дефинисиль Маскара. Первый оттеночек черный. Это та самая тушь. Почему я показываю этот буклет? Потому что каждый декабрь выпускает магазин, норвежский магазин Kicks, который продает косметику. Сетевой магазин, она выпускает вот такой вот Юлий календарь или Адвентс календарь. То есть каждый день у них какая-то скидка на определенный продукт. И я вот заметила, уже живу здесь, четвертый год уже пошел. Вот я заметила, что вот эта тушь у них представлена каждый год. В этом году я ее покупать не буду, конечно. Почему? Потому что хочу попробовать, ну что она из себя представляет. Я ее только взяла в использование. И, ну, пока еще как-то в сомнениях, хорошая она или плохая. Вот таким образом выглядит кисточка. И я бы не сказала, что она уж очень какая-то плохая. Нет. Вот смотрю я одну девушку-блогера, которую зовут Леся Руслановна. Лесечка, привет! И Леся периодически расхламляется, выбрасывая, ну, различные виды косметики. И вот я недавно смотрела у нее видео, и она выбрасывала тушь. Говорила о том, что... Название Ланком Дефинисиль. Говорила о том, что туши... У нее была, по-моему, от Ланкома гипноз тушь. О том, что туши, вот эти вот хваленые люксовые, работают очень плохо. Вот, и... Ну, не стоит все-таки гнаться за люксом. Есть очень много бюджетных продуктов. И я с ней соглашусь. Вот у меня был вот такой бюджетный продукт. Это тушь от Бель. Была она у меня в использовании год. Вот, посмотрите, какой поюзанный футляр у этой туши. Замыленный такой. Проверенный, так сказать, временем. Вот, не поверите, она у меня была год в использовании. Ею еще можно пользоваться. Но она мне уже надоела просто. Видите, еще тут есть продукта немножечко. Ну, может быть, даже и поиспользую. А уж если вот вынуть вот этот футлярчик, ограничитель вернее, то, конечно, можно пользоваться еще и еще. Прекрасная, потрясающая тушь. Если увидите, обязательно покупайте. Здесь еще написано с органовым маслом. Она прекрасна и дает объем ресничкам. И подкручивает их. И даже удлиняет. Но у меня нет проблем с ресницами. У меня очень хорошие ресницы. Они и длинные, и немножечко даже, я бы даже сказала, такие густые. Поэтому я не особо как-то требовательна к тушам. Но да, если... Прошу прощения. Если сравнивать вот эти вот две туши, я уже так эмоционально начинаю говорить, то, конечно, вот эта бюджетная тушь за сто с чем-то рублей, она и в подметке не годится вот этой туши от Lancome DefiniSille. Но я, знаете, что заметила по поводу вот дорогих тушей? Им нужно дать немножечко отстояться. Так же, как и тушам от, например, L'Oreal. Есть не очень хорошие туши от L'Oreal поначалу. Вот, например, вот эта тушь у меня еще одна в использовании. Это тушь Intensa от L'Oreal Fails Lash Wings. Ну, в общем, это такие фальшивые крылья, да. И вот эта тушь мне вначале не нравилась. Я пользуюсь ей уже месяца четыре где-то. И сначала она мне не нравилась, но сейчас она уже отстоялась и прекрасно справляется со своими задачами, которые стоят перед ней. То есть хорошо подкручивает, хорошо удлиняет. И я, в принципе, довольна этой тушью. Ну, думаю, что и то же самое произойдет с тушью от Lancome. Это вот было такое небольшое лирическое отступление. И еще одна тушь у меня Isadora. Небюджетная тоже косметика, но она такая середнячок между бюджетом и люксом. И вот по поводу этой туши я тоже была недовольна. Ох, какая же она сейчас шикарная. Она так прекрасно расчесывает реснички, так хорошо ложится. Вообще классно. Я даже задумываюсь о том, чтобы купить полноразмерную версию. Это у меня пробничек на 3 мл. Очень хорошая тушь. Прещу с маскаром. Хорошая. Поэтому вот вывод по всему вот этому лирическому отступлению. Девочки, не спешите выбрасывать косметику. Это особенно касается туши. Туши должны немножечко отстояться. Кстати, так же, как и парфюмерия. Я тоже заметила, что многие флакончики, которые я купила, как-то они и не очень держались на мне. Ну, особенно это касается люкса. И не очень так хорошо раскрывались. Но парфюмы нужно тоже отстояться. Ну, так и так месяц, месяцев 6. Даже лучше год, когда они отстоятся. И после этого вот начнется, так сказать, их благоухание. Ну, с тушами, конечно, так не будет. Туши нужно поиспользовать где-то месяц-второй. И тогда будет эффект. Так. Ну, и переходим с вами к самому приятному. Это... Ну, я очень люблю, когда другие девушки показывают свои косметички. И самый такой приятный момент, когда кто-то показывает свои тени. Палетки теней. Я обожаю палетки теней. Заметила, что однушки не люблю. Люблю больше все-таки вот такие вот даже, я бы даже сказала, сеты косметики, где, ну, вот, например, следующий будет от Dior, где представлено все и тени, и румяна, и даже блески для губ. Сейчас мы к нему еще вернемся. А вначале вот такая вот палетка от Maybelline The Burgundy Bar. Это была, наверное, лимитированная все-таки коллекция, потому что сейчас я ее не здесь в России, вернее, не в Норвегии не вижу. Ну, а насчет России даже и не знаю, продают или нет. Вот эту вот палетку. Но она мне очень нравится, и я охотилась за ней. И, по-моему, я ее купила здесь, в Норвегии, не в России уже. Вот так вот выглядят эти первая четверка теней. Тени прекрасно ложатся. Я вот, когда ее купила, то была так скептически относилась к ней. Почему? Потому что, ну, считала, что все-таки она подойдет какой-то такой девушке южной. Может быть, даже латиноамериканке, а не мне, блондинке с зелеными глазами. Но нет, она прекрасна, эта палеточка, работает и на мне. Прекрасные оттенки. Вот они, видите, какие классные. Работает в смысле создания каких-то образов. Ну, это вот больше тоже для меня осенняя палетка. Можно и летом, в принципе, можно и зимой, но весной я себя не вижу в этой палеточке. Палетка немножечко, ну, не вся сыпучая, не все представленные тени сыпучие. Видите, они тоже разнообразные. Какие-то из них перламутровые, какие-то более такие, вернее, не шиммерные, а матовые. Но есть и шиммерные, конечно, здесь немножечко совсем шиммера. Можно переборщить с этой палеткой, но качество у нее очень хорошее. Мне она нравится. Даже если она, ну, как-то так начинает, начинает немножко капризничать, то есть вести себя не очень хорошо, пылить, то можно усмирить кисточкой. Очень хорошо вот эти вот все пылинки, которые получаются при нанесении этих теней, они очень деликатно довольно-таки удаляются. Давайте вот так вот место оставлю. И следующая палетка, которую я тоже очень люблю использовать все-таки в холодное время, это палетка от Maybelline, The Rock Nudes. Это тоже, это уже холодная палетка. Если вот предыдущая бургунди была теплая, с теплыми оттенками, то это холодная. Я не особенно верю в цветотипы, особенно там говорят теплый, холодный тип. Есть, конечно, женщины, у которых это четко выражено, видно, что у нее цветотип холодный или теплый. Вот я, наверное, все-таки к промежуточному отношусь, потому что мне подходят оттенки и теплые, и холодные. Наверное, что-то я промежуточное занимаю какую-то такую позицию. Так, следующие оттенки. Здесь они тоже очень разнообразные. Это больше такая вечерняя палетка, больше такая она праздничная. И если, например, рисовать какой-то дневной макияж, то тут нужно осторожничать, чтобы не переборщить. Но если умело правильно с ней обращаться, то можно, конечно, создать и дневной макияж. Здесь есть такие вот, например, первые вот эти вот оттеночки, четыре, они более такие скромные. Ну, а вот эти черные, это, конечно, уже стрелочки или смоки айс. Ну, согласитесь, классная палетка. В коллекции любителей косметики я считаю, что такую палетку нужно иметь. И, опять же, я сомневаюсь, есть она в продаже еще или нет. Не знаю, девчонки. Но если есть, покупайте. Потому что это, так сказать, классика жанра от Maybelline. Следующая палетка. Это палетка от LA Girl Nudes. Ну, я бы сомневалась, вернее, я, вернее, сомневаюсь в том, что это название подходит к этой палетке Nudes. Это все-таки не совсем Nudes. Не такая уж она и нюдовая. Не очень пальцами удобно наносить эти оттеночки. Вот они, они. Ну да, вначале они нюдс такие. Они скромноватые, да? Вот они, они. Но затем палетка с каждым рефилом приобретает все более новые и новые, так сказать, оттенки. И интенсивность оттенков нарастает. Мне очень нравится эта палетка. Для меня косметика LA Girl Незнакомка. Но видите, ну какой это нюдс. Это не нюдс, это уже праздник. Я с косметикой LA Girl познакомилась здесь, в Норвегии. Купила эту палетку на распродаже. Периодически здесь тоже устраивают распродажи. Ну вот, например, в магазине H&M там есть Конор. Ну то есть Конор это по-английски, если так дословно перевести, угол с вот этими вот стойка, если по-русски уж, стойка с этой косметикой. И как бы она не очень популярна здесь в Норвегии. Но ничего, покупают. Ну вот из-за того, что она не популярна, у меня там знакомая работает в этом магазине. И она мне говорит, что мало покупают, поэтому они часто устраивают, ну местные жители, мало покупают ее. Поэтому администрация этого магазина H&M периодически устраивает вот такие вот распродажи на эту косметику. Косметику L.A. Girl. Очень хорошая палетка. Я очень довольна, что ее купила. И стоила она очень даже бюджетно. Ну здесь нету у нее зеркальца. Я обычно зеркальцами, которые имеются в палетках, я обычно ими и не пользуюсь. У меня есть такое большое зеркало, так сказать, рабочее, которым я и пользуюсь при нанесении макияжа. Так, ну, следующая палетка. Я ее хочу взять в Project Pen на следующий год, на 21 год. Хочу, ну, не то чтобы 100% хочу, но наверное, скорее всего, поиграть с ней. Хочу посмотреть, как будет происходить расход вот этого вот элемента этой палетки. Ну, почему? Потому что они, наверное, будут расходоваться очень быстро, вот эти тени, так как здесь их не так уж и много. И видите, что палетка уже использованная. что здесь есть? Здесь есть тональный крем. Ну, скорее всего, это такое корректирующее средство. Хотя написано, заявлено, что это тональный крем. Затем это пудра, это румяна, тени, пятерка теней от Диор и блески. Тушь я давно уже использовала. Хорошая была тушь и Диор Шоу. Ну, это классика от Диор. На мне туши, я повторюсь, работают все очень хорошо. И Диор Шоу, я помню, она мне... Полноразмерки у меня никогда не было, но очень было много пробничков от Диор Шоу. И все они мне нравились. я не понимаю критику в плане туши. Здесь вот такие более... более такие мягкие дневные оттенки. Видите? У Диор. И это, конечно, тревел косметика, тревел сет, который я покупала в аэропорту. Ну, белый еще он такой красивый очень. даже такой, знаете, как правильно сказать, перламутровый, конечно, даже мчужный. Вот он такой жемчуг. Вот все вот эти вот оттеночки, они довольно-таки бледные, за исключением вот этого коричневого оттенка. Остальные более скромные. но это всегда так с палетками, тревел палетками, обычно они не такие уж и яркие. И давайте посмотрим с вами оттеночек пудры, ой, не пудры, а румян. Вот они такие румяшечки. Вот как выглядит этот наборчик. Ну, здесь, конечно, есть еще и нижний этаж с гаджетами от Dior. Карадаши безобразные, мне они не нравятся. Но хочу все-таки попробовать их, если возьму эту палетку в Project Pen. Хочу попробовать поиспользовать их. Как пойдет, не знаю, честно говоря. Так, это еще не все. Следующая палетка, но это уже не палетка, а четверка теней, мини-палетка от Isadora. Я как-то была раньше не очень хорошо настроена в отношении этой косметики. Ну, косметика хорошая. Эта палетка в оттеночке 68 Lynx в плане цены на эту косметику. Да и сейчас, в принципе, я считаю, что цена приближена к люксу, к люксовой косметике, но качество у некоторых продуктов, вот не у этой палетки. эта палетка мне очень нравится. Посмотрите, какие шокардосные такие оттенки. И вот они, они. И все-таки, ну, цена, конечно, дороговато. я стараюсь эту косметику опять же покупать со скидками. Со скидками как-то нормально. Вот по полной цене нет, я бы не купила. Вот она, эта палеточка. Спонжик, конечно, безобразный у этой палетки, поэтому он давно выброшен. Вообще, обычно я спонжиками не пользуюсь, но заглядывая вперед, скажу, что скоро вам буду показывать зимнюю, зимнюю, как она правильно называется, палетку от Dior, коллекционную, и которая вот пришла буквально на прошлой неделе, и вот там, конечно, спонжики шикарные, хорошие, но немножечко попозже покажу вам. Я даже удивилась, что настолько спонжики были хороши. Так, следующая палетка от Essence Night Club, это уже такой ветеран у меня в косметичке, но эту косметику Essence я люблю, мне она нравится, и периодически какие-то продукты включаю в свои косметички. Тени очень сыпучие, очень нестойкие, но, как ни странно, я люблю ими пользоваться из-за очень красивых таких цветовых каких-то бликов, эффектов, которые дают вообще все тени от Essence. Какая-то есть у них изюминка. Вот, согласитесь, и качество, конечно, хромает по сравнению там с той же и Сатурой, уже не сравниваю с тенями от Dior, вот, но почему-то мы любим Essence, почему-то любим и может быть из-за дизайна, может быть все-таки вот действительно из-за того, что разработчики этой косметики, они очень стараются, чтобы покупали эту косметику, стараются обновлять ассортимент, выпускать как можно больше новинок, может быть и поэтому мы так любим Essence, постоянно чего-то ждем, мониторим, ищем и покупаем. Ну и последняя такая вот большая палетка от Viva Ladiva, я ее взяла на продолжительный период, на 4 месяца, показывала вам в прошлом видео некоторые некоторые ее оттеночки, и в сегодняшнем видео продолжим смотреть, как же выглядят и давайте с вами в этом видео посмотрим вот эти вот два ряда, а эти два уже оставим на январь. Я напомню, что косметика Viva Ladiva это косметика из Швеции, не знаю продается она или нет в Россия, но если продается, если вы ее увидите, то непременно берите очень хороший бренд, бюджетный и мне он чем-то напоминает косметику от Essence. Вот здесь последние оттеночки более такие более деликатные такие, я бы даже сказала. хорошая палетка создать можно с ней самые разнообразные образы есть у меня здесь и любимые оттенки которых кстати вот в других палетках у меня нет и есть не очень любимые нелюбимые это прежде всего вот эти вот матовые оттеночки матовые которые прошу прощения тут отката от моего небольшой волосок значит матовые оттенки они ну как бы не очень не очень я дружусь с ними не очень люблю поэтому и в этой же палетке это не только касается этой палеточки от виволодила но и многих других не очень я дружусь с ними почему потому что ну как-то они кажутся мне скучными кажутся мне не очень интересными в создании каких-то образов макияжа поэтому я матовые оттенки не люблю я больше люблю перламутровые даже может быть слегка шиммерные это вот мои такие предпочтения небольшие забыла я вам показать для бровей у меня вот такая палетка от essence ну тут конечно уже довольно-таки такой материал вот этой вот палетки сами видите не очень качественный и покупала я конечно очень давно эту палетку для теней но она мне очень нравится и я пока не закончу ее с нее прощаться не собираюсь хотя вот вторая часть от вот этого вот футляра она у меня лопнула ну и здесь тоже имеются трафареты я не буду вам показывать их это первая из палеток которую я купила и купила я ее еще в Италии здесь даже по-итальянски написано то есть она у меня очень давно учитывая что в Италии я не была уже 10 лет ну считайте сколько ей но от этого качества этой палетки нисколько не изменилось не изменилось почему ее так много потому что был период когда я прекратила пользоваться этой палеткой появилось большое количество других средств для бровей и я как-то про нее благополучно забыла переходя к к оформлению губ хочу начать с вот такой тоже мини палетки от лореаль вот такие здесь праздничные оттенки хотя опять же ну вот говорить о праздниках как-то сложно почему потому что не знаю как в России а у нас здесь поговаривают о том что собираться на Рождество большими компаниями и на Новый год нельзя будет прошу прощения за такую интенсивность потому что ну если буду пользоваться кисточкой которая здесь прилагается кстати кисточка очень хорошая вот то будет ну непонятно какие здесь оттенки ну и вот и как-то собираться будет наверное не представиться возможным а праздника хочется и поговаривают что ну будут вот такие ограничения не знаю как в России но у нас вот так здесь мне это конечно не очень нравится потому что жизнь в принципе и так уж не такая уж и насыщенная какими-то событиями я даже не знаю какие уже развлечения остались у нас в жизни и туда не сходи и сюда не сходи вот и вот такая вот гамма получается но все равно надо как-то искать какие-то лазейки какие-то обходные пути для того для того чтобы время от времени выбираться из дома из квартиры и носить вот такую вот красоту ну обычно у меня вот эта палетка я ее использовала в декабре в самые разнообразные праздники потому что удобно брать с собой куда-то здесь прекрасное зеркальце вот так вот собрал положил в сумочку и вперед тоже такие палетки я не знаю продают или не продают сейчас в Норвегии то не продают покупала я ее в России и даже открою ее вот и красота потрясающая у меня 4 такие палеточки которые я заказывала как сейчас помню на сайте ламода и заказала я их все 4 которые там были представлены и все они мне до сих пор очень нравятся следующая помада это была коллекционная такая серия у Лореаль 392 оттенок который называется Танзания Рубис или Танзанийский Рубин такая вот помадка это больше такой опять же вариант на хотел сказать на темное время суток нет это вариант на более такой осенний зимний период на вечер что-то такое вечернее недаром это Танзанийский Рубин называется это вернее не палеточка а помада ну помните была такая серия у Лореаль с вот этим вот змеиным оттенком у меня и лаки такие есть и хотела я палетку купить такую же но не досталась она мне или она у меня в России вот что-то я не помню так следующая тоже помада от Лореаль это оттенок более такой каждодневный 234 и называется этот оттенок Брик Фэшн Вик Брик Фэшн Вик хороший тоже оттеночек до букв я еще не дошла вот на самом деле он не такой яркий как я здесь вот вам показала его он более такой на губах смотрится не так ярко и еще последний оттенок тоже от Лореаль это помада в оттеночке С103 Радиант Роуз это уже более розовая гамма у этой помады помните были такие помады у Лореаль здесь с точкой с увлажнением беленькая точка но почему-то она у меня может быть от использования куда-то в сторону ушла очень нравится мне эта помада можно брать на Project Pen на следующий хороший красивый оттенок такой розовый барбишный я бы даже сказала очень тоже красиво смотрится на губах так ну вроде все я вам показала остались у нас карандашики очень быстро давайте наверное начну с карандашей для губ любимый мой продолжает быть карандаш от Miss Theis а привет из 90 оттенок China Red он подходит практически под все оттенки от палетки к палетке вернее от L'Oreal и я забыла про этот карандаш покупала его очень давно ну конечно не в 90 но в нулевые забыла про него и вот когда была последний раз в России решила продолжить ему пользоваться так затем следующий оттенок карандаша это карандаш от Ariflame серия Very Me так а вот как называется оттенок Coral наверное так у меня мало что есть от Ariflame вернее можно сказать что практически ничего нет это вот подходит вот сюда хорошо этот оттеночек практически ничего нет от этого бренда шведского несмотря на то что у нас Швеция здесь рядом эта косметика здесь вообще не популярна хотя тоже есть такие же распространители как и у нас в России этой косметики тоже карандаш от Very Me мне эта косметика нравилась в глубокой юности в моей это оттенок Pink вот и всегда у меня косметика от Ariflame и Avon напоминает мое голодное юношество голодную так сказать молодость может быть поэтому я ну конечно у меня юность не была голодная я все утрирую вот но не было конечно такого большого количества косметики как сейчас вот и я у них конечно много чего заказывала в то время а потом у меня резко любовь к этим двум брендам прекратилась прошу прощения за вот такой вот абьюзанный карандаш от Maybelline кстати сделан в Бразилии как ни странно made in Brazil я не знаю как удалось завести в Россию косметику аж из Бразилии но я его покупала в России вот хороший такой карандашик для губ вот и потом у меня продолжу свой рассказ и потом у меня любовь к Avon и Ariflame сменилась на любовь к косметике от Maybelline и L'Oreal а также и в Roche у меня было тоже в Favore но сейчас больше конечно появилось других брендов так следующий карандаш от L'Oreal еще чуть-чуть и закончится видите уже такой потрескавшийся 211 оттенок очень люблю этот оттенок Purple Dream это такой сиреневый сиреневый оттеночек подходящий под очень многие луки вернее ну луки для лица правильно сказала затем следующий карандаш от Evroche помните тоже такая серия у них была синий такой оттенок не знаю есть название этого оттенка или нет но он очень хорошо подходит к палетке от Essence кстати нравилась мне вот эта серия очень у Evroche я у них и мини лаки для ногтей покупала и много карандашей у меня было из этой серии даже по-моему тени в России есть черный карандаш от Wet n Wild ой прошу прощения это W7 W7 даже правильно King Cole называется этот карандаш но он тоже подходит под практически все тени которые я вам показала можно и стрелочки рисовать в качестве основы очень такой деликатный называется он Blackest Black что ни на есть черный если так дословно переводить следующий карандашик тоже такой заюзанный вот этот карандашик у меня от Wet n Wild коричневый качество у Wet n Wild хорошее у косметики но то что у них вот и карандаши не очень хорошего качества вот эта вот оберточка очень плохая ведь он как-то очень быстро вытерся весь хотя я им пользуюсь не так давно то есть качество футляров оставляет желать лучшего затем еще один карандаш от Essence Long Lasting Eye Pencil это карандаш который очень хорошо будет соловьи оттенок 05 который будет хорошо подходить к к палетке от Essence и к рисованию Smoky Eyes стрелочек затем во внутреннем уголке глаза тоже хорошо смотрится так затем золотистый вот такой оттенок от норвежского производителя Kicks это карандаш универсальный он подходит и на губы и на глаза золотистый такой оттеночек давайте вот сюда к золоту нанесем хорошо шикарно смотрится очень хорошо и последние два карандашика это тоже карандаш от Essence я вот не знаю есть у них эта серия или нет так а вот название как-то и не очень можно рассмотреть 15 это Blink Blink он тоже золотистый такой красивый новогодний опа какой красивый кстати можно его и на летний период использовать тоже будет хороший что-то я по лету соскучилась вспомнила какой макияж можно сделать на пляж вот и так далее пляжный такой макияж вот с этим карандашом будет классно так и еще один оттеночек от Essence это оттенок Berry Mary 18 Berry Mary Berry Mary у нас пойдет тоже вот сюда к коричневым оттенкам в общем класс я с удовольствием показала вам эту косметичку которую вы сейчас видите с удовольствием показываю вам получившиеся сводчики сводчи я с большим вернее с большой любовью смотрю косметички с большим удовольствием хотела сказать смотрю косметички у других девочек кто-то снимает каждый месяц кто-то каждую неделю кто-то раз в 10 дней мне всегда приятно смотреть и те и другие варианты и project pen всегда вообще сижу наслаждаюсь сама крашусь по утрам и смотрю вот эти косметички ну и снимаю вот такие вот подобного плана видео с большим с большим удовольствием вам всем большое спасибо за просмотр и мы с вами увидимся очень скоро всем пока пока